Совсем уже на носу майские праздники. Пройдет бессмертный полк, закончится парад победы и в выходные объектами паломничества для тех, кто хочет расстаться со своими кровными, станут такие места, как торгово-выставочный комплекс «Калина Мол». Последний, хоть и открылся недавно и примег к себе немало внимания платежеспособных горожан, все же успел стать главным героем в скандальных новостных заголовках в соцсетях и на просторах медиа. Сама история открытия ТВК полна курьезов и происшествий. «Калина Мол» распахнул свои двери 28 февраля, в четверг, в канун уикенда. И тут же ряд местных СМИ оповестили о том, что центр, цитата, «не довели до ума», а прямо у входа в первый день работы были видны остатки бывшей стройки. Интересно, что официальное открытие «Мола» было назначено на 27 апреля, то есть на два месяца позже фактического. И тут «Калина Мол», что называется, попал в просаг. Информационное агентство «Востокмедиа» проделало целое журналистское расследование, чтобы выяснить. В течение как минимум двух месяцев у ТВК отсутствовала пожарная декларация. На указанный объект декларация пожарной безопасности в органах Государственного пожарного надзора Главного управления не регистрировалась, пояснил собеседнику агентства «Востокмедиа» первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Павел Шпеньков. Горячие скандалы случались в «Калина Мол» и по другим поводам. Так, ряд СМИ писал о том, как посетители дискриминировали по автомобильному признаку. Судя по видео из Инстаграм случайных свидетелей, на парковку ТВК не пустили «Мерседес», однако пустили самих очевидцев. «Мерседес» не хочет пускать. Еще одной скандальной новостью в медиа отозвалась информация о том, что парковку в «Калина Мол» сделали платной. 50 рублей за первые два часа и столько же за каждый последующий. Однако, даже такая невысокая цена вынуждает некоторых автовладельцев экономить и создавать неудобства другим участникам дорожного движения. Мнения самих гаражан, гуляющих в окрестностях торгового центра, разделились. Мы были раз, и люди там были. Вот здесь большая площадка, какие-то скамельчики вроде есть. Так вот, что как вот около черемышек. Вышел, сел, отдохнул там. Хороший современный торговый комплекс. Единственное, что с парковкой проблемы. Парковок хватает, все хорошо. Фудклор классный. Все супер. Люди просто на платную парковку не очень хотят ехать и дворы заставляют. Ну, парковки они везде, в общем-то, проблемы. Ну, а центр, конечно, сам по себе очень современный, красивый. На данный момент крупнейший на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс, его площадь больше 100 тысяч квадратных метров, работает в штатном режиме. Периодически на его территории случаются курьезы, однако 122 магазина и 1700 новых рабочих мест все же вносят свой вклад в экономику города. А сама архитектура, что уж тут говорить, радует неизбалованный глаз жителя приморской столицы. Насколько успешен окажется комплекс, покажет время. Восьмой канал продолжает следить за бизнесом и жизнью в городе. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.